Добрый вечер на телеканале Интекс. Итоговая информационная программа «Семь дней» сегодня вы увидите. Областной конкурс профессионального мастерства среди токарей, фрезеровщиков и слесарей-инструментальщиков прошел в Барановичах на базе станкостроительного завода «Атлант». У представителей нашего города одно первое и три вторых места. Как правильно зарегистрироваться на централизованное тестирование в материале наших корреспондентов? В преддверии светлого праздника Пасхи в Барановичах открылся второй фирменный магазин Брестского мясокомбината. Он расположился по адресу Брестская, 279 Г. Помните трагедии! В средней школе номер 17 для первоклассников на этой неделе проходил классный час на тему «Чернобыль-быль, Чернобыль-боль». А теперь об этих и других темах подробнее. Уже многие годы областная профсоюзная организация проводит конкурс профессионального мастерства «Умельцы Брещины», где представители 30 специальностей могут продемонстрировать все, на что они способны. На этот раз лучшие токари, фрезеровщики и слесари-инструментальщики показали свое умение обходиться со станком на областном этапе конкурса, который прошел в Барановичах. Областной этап соревнований токарей, фрезеровщиков и слесари-инструментальщиков, прибывших практически со всех регионов области, в Барановичи принял станкостроительный завод «Атлант», на базе которого прошел конкурс. Примечательно, что в этот день заводу исполнилось 30 лет со дня основания. С 1986 года, как мы начали развиваться, мы идем по пути только развития. У нас работают 10 видов производств, они только наращивают объемы, и все производства работают. Оборудование работает, поэтому мы с удовольствием представляем базу, как токарную группу, так и фрезерную группу, и рабочие места, и строительство метальщиков. Организаторы конкурса – Брестское областное объединение профсоюзов и отдел по делам молодежи Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облсполкома. В первую очередь конкурс проводится с целью совершенствования профессионального мастерства рабочих, выявления лучших, поднятия престижа, профессий и передачи опыта молодым. Конкурс каждым годом набирает все больше и больше количества участников, он нужен, и мы будем продолжать эту работу в данном направлении. И, так сказать, ребятам это тоже нравится, потому что они знакомятся между собой, делятся опытом, и, так сказать, всегда рады приезжать, потому что на этом конкурсе есть люди, которые впервые приехали, а есть, которые уже ездят ежегодно. Любой конкурс – это дух соревнования, это встреча со своими коллегами, это возможность себя показать и подучиться чему-то, это первое. Второе, по итогам конкурса мы всегда обращаемся на предприятия, откуда участники были к руководству, с просьбой повысить разряд, повысить квалификацию участнику конкурса, независимо от того, то ли он призер был, то ли просто участник конкурса. Особенностью этого года стало то, что впервые были сняты возрастные ограничения участников, которые состязались в конкурсах. В программе было теоретическое задание в форме тестирования и практическая часть по изготовлению деталей по чертежам. Евгений Лукьянченко из Кобрина на заводе уже 10 лет. В подобных конкурсах участвует уже в третий раз и каждый раз берет призовое место. Хотя он по специальности продавец-товаровед к станку тянуло всегда, вот и научился. Ну, наверное, просто так сложилось и, наверное, это действительно мое. Со школы любил фрезерный станок и сам того не ожидая, вот езжу, участвую. В прошлом году повезло, был первым. В этом году буду стараться не подвести ни предприятия, ни друзей, ни коллег. Знаете, здесь, наверное, нет сложного. Здесь работаешь так же, как и у себя на предприятии, то есть вкладываешь в то, что ты делаешь, душу. Поэтому здесь нет сложного. Здесь интересно, здесь все в одинаковых рамках стоят, все работают по одному чертежу, делают одну деталь. Но уже кто лучше? Поэтому только самоконтроль. Хочется отметить, что нельзя забывать о творческой инициативе во владении профессиональным мастерством. Сергей Горопучик привез с собой причудливое изделие из цельного куска металла, куб в кубе, своеобразная матрешка из трех кубиков. Специалисты говорят, изготовить это на станке довольно сложно, но здешние умельцы наверняка смогли бы такое чудо повторить. Мой отец и дядя работали на заводе, я работаю тоже токарем, следствием. Ну, как-то, наверное, может, гены передаются, не знаю. Ну, нравится просто, и все. Для меня это как бы обычный рабочий день, я ни к чему так особо не готовился. Так бы, ничего такого сверхъестественного нет. Места распределились следующим образом. В номинации «Лучший токарь» сильнейшими стали «Брещане», первое и третье места, второе у «Мастера» из «Барановичей». Лучшими фрезеровщиками оказались участники из «Барановичей», первое и второе места. На третьем фрезеровщик из «Белоозерска». Диплом первой степени домой увез слесарь из Бреста, второе место у нашего представителя, третье у представителя города Давид Городок. Призеров наградили дипломами Брестского областного объединения профсоюзов и ценными призами. Кто-то повысил свой разряд. Однако, даже не это главное, участники смогли оценить уровень свой и соперников, поучиться и поучить, показать, на что они способны в своей профессии. До конца учебного года остался один месяц. Впереди у выпускников экзамены и централизованное тестирование. Как правильно зарегистрироваться на ЦТ в материале наших корреспондентов. Горячая пора обитуриентов. С выбором трех учебных дисциплин и языком, на котором будут сдавать ЦТ, они должны определиться до начала лета. Изменения на этом этапе вступительной кампании появились. Действительно, в этом году произошли серьезные изменения в порядке регистрации участников централизованного тестирования. Обитуриенты сначала должны прийти к нам в пункт централизованного тестирования. Вносятся в компьютерную базу их координаты, где они живут, фамилия, имя, отчество, серия, номер, паспорт, предметы, которые они собираются сдавать. На каком языке, на русском или на белорусском. Потом дается каждому абитуриенту памятка с лицевым счетом. И с этой памяткой, и самое главное, с лицевым счетом, абитуриент производит оплату либо с помощью интернет-банкинга, либо с помощью мобильного банкинга, либо в расчетно-кассовом центре. Но самое главное, что оплата вносится через систему ЕРИП, и оплата вносится на расчетный счет Республиканского института контроля знаний. Такая система записи на ЦТ позволяет формировать базу абитуриентов, исключая ошибки. При подаче заявления в пункт тестирования главное не забыть паспорт. Регистрация на централизованное тестирование проводится с 2 мая по 1 июня по рабочим дням. И две субботы у нас рабочие 14 и 28 мая, и у нас будет рабочее воскресенье 22 мая. Время работы пункта регистрации с 9 утра до 7 вечера по рабочим дням и до 6 вечера по субботам и воскресеньям. Стоимость регистрации на один тест в этом году 21 тысяча рублей, и оплата обязательно проводится через систему ЕРИП. В 2016 году в городе Барановичи определен один пункт централизованного тестирования номер 603 на базе учреждения образования Барановичский государственный университет. У нас будет подготовлено 6 учебных корпусов для проведения тестирования, и имеется соответствующий подготовленный контингент организаторов. И в заключение повторим весь механизм действий. Прийти в Баргу для регистрации с паспортом, подать заявление и получить номер расчетного счета, оплатить через систему ЕРИП и получить пропуск в том же пункте регистрации. В преддверии светлого праздника Пасхи Брестский мясокомбинат открыл в Барановичах свой второй фирменный магазин. И вновь порадовал жителей нашего города не только разнообразием мяса, колбас и копченостей, но и ценами. Наша съемочная группа оценила ассортиментный перечень нового объекта. Новый фирменный магазин открытого акционерного общества «Брестский мясокомбинат» открылся в микрорайоне Тексер на улице Брестская, 279 Г. Со знаменательным не только для жителей микрорайона, но и для работников событием их поздравил заместитель директора торгового предприятия «Брестские угощения» Максим Наземнов. Пришедших на открытие жителей микрорайона ждали дегустация колбасных и мясных деликатесов, приятные цены и подарки. Фирменный магазин «Брестского мясокомбината» – одиннадцатый для предприятия и второй для нашего города. В 2016 году планируется открытие в Барановичах еще одного торгового объекта «Брестского мясокомбината». Покупательский спрос в первые дни работы объекта показал интерес со стороны жителей нашего города. Сегодня я, наверное, первый покупатель в магазине, приобрела язык свиной по 56 тысяч. Конечно, цена меня устраивает, такую покупку я в городе не могла бы купить, а здесь рядом с домом я очень довольная, что зашла сюда и посетила этот магазин. И хочу сказать, чтобы магазин работал и приносил прибыль, и продукция нас тоже радовала. Как вам ассортимент? Ассортимент – много народа, но ассортимент – очень хороший выбор. Я думаю, что я буду частым покупателем в этом магазине. Традиции прошлого и новейшие технологии прекрасно сочетаются в производимых деликатесах. Главным приоритетом в разработке продуктов остается традиционный, проверенный временем вкус, высокое качество продукции и применение передовых технологий. Мясо, колбасы и копчености в широком ассортименте здесь предлагают по доступным ценам. Что касается свежести ассортимента, то логистика доставки продукции ежедневно. Представители предприятия «Брестский мясокомбинат» стараются привозить не много одинакового товара, а лучше в большем его разнообразии. «Брестский мясокомбинат становится ближе к жителям города Барановичи. Мы обратили внимание, что продукция «Брестского мясокомбината» востребована жителями, жители любят ее. Мы обратили внимание, что очень многие люди просили открытие дополнительных торговых объектов в своих районах. И «Брестский мясокомбинат» идет им навстречу. «Брестский мясокомбинат» и фирменная торговая сеть «Брестского мясокомбината» поздравляют жителей города Барановичи со светлым праздником Пасхи, желают им мира, любви, добра и счастья всеми. В настоящее время продукция «Брестского мясокомбината» пользуется популярностью не только в Беларуси, но и в России. В состав продуктового портфеля входит более 300 наименований продуктов и выпускается около 3000 тонн продукции в месяц. Фирменный магазин «Брестского мясокомбината» с вежливыми продавцами ждет жителей и гостей города Барановичи по адресу улица Брестская, 279 Г, ежедневно, без перерыва, с 8 утра до 8 вечера. «Брестский мясокомбинат» – продукция, произведенная с любовью. А теперь напомним о других событиях этой недели. Около 67,5 тысяч жителей Барановичи приняли участие в республиканском субботнике. Многие из них трудились на своих рабочих местах. Жителями города фонд «Субботника» перечислен 1 миллиард 165 миллионов рублей. Более 16 тысяч жителей Барановичского района приняли участие в республиканском субботнике. Фонд «Субботника» ими перечислено 250 миллионов рублей. 10 тысяч квартир обследовали специалисты предприятия «Барановичи газ». По результатам проверки было выдано 78 предписаний и 30 единиц оборудования было отключено. В Барановичском краеведческом музее завершила работу выставка «Чернобыля. Трагические звоны», посвященные 30-летию со дня аварии на Чернобыльской атомной станции. За месяц экспозицию посетили сотни детей и взрослых. В эти дни в Беларуси, России и Украине вспоминают Чернобыльскую катастрофу, последствия которой еще сотни лет будут давать о себе знать. Позади годы горького опыта, впереди предостережение будущим поколениям и память о людях, которые приняли на себя последствия крупнейшей по своим масштабам катастрофы. И не только приняли, но и защитили страну и остальной мир, заплатив за это своим здоровьем и жизнью. В средней школе номер 17 для первоклассников в эти дни проходил классный час на тему «Чернобыль-быль, Чернобыль-боль». Возможно, может показаться, что говорить о чернобыльской трагедии первоклассникам, шестилетним, семилетним детям – это очень рано. Однако после 45 минут рассказов учительницы Натальи Искобликовой, которая сама не понаслышке знает об этой трагедии, так как ее семью и родственников коснулась переселения и загрязненной территории города Наровля, о том, какими были первые дни жизни после трагедии, о неопределенности и страхах, дети очень впечатлились. Мы тоже были выселены из этой зоны, моя семья, мои близкие, родные. Было очень больно, потому что я как студентка после окончания института отказалась от всех привилегированных мест, которые мне предлагали, потому что я хотела именно в свой город попасть. Хотя он и не такой большой, как наша столица, как Гомель, который мне предлагали. Но я хотела, естественно, попасть в свой город. И поработав там, я нашла, обрела своих коллег, я нашла свое место. И очень было больно уезжать и из коллектива, с которым мы привыкли вместе работать, и оставлять своих близких соседей, родных. Это было очень больно. И поэтому, конечно, помнится и я понимаю всех земляков, которые возвращались назад. Несмотря на свой юный возраст, дети, внимательно все выслушав, сделали очень интересные выводы для себя, возможно, и не по возрасту разумные. Я узнал, что 26 апреля произошел страшный взрыв от радиации, от большого взрыва. И была большая дыра, из которой выходила радиация. В те леса все было покрыто радиацией. И люди, которые уходили из деревни, и везде, они взяли только документы. И больше ничего не брали, потому что все было задражено радиацией. Для меня это произвело впечатление боли, что было тогда страшно, ну, было бы плохо посмотреть на это. Приезжали пожарники тушить пожар, и самолеты летали. И еще, что все было заражено радиацией, и деревья стали расти вместо людей внутри домов. И что каждого 26 апреля звенел колокол на память о тех героях, которые погибли во время трагедии. Мне запомнилось, как все люди плакали, что все привыкли к своей родной земле, и плакали, что ее покидали. Все остальное было заражено радиацией, и никто не подозревал, что может случиться такая опасность. И построили такой город, для которого работали на этой станции. Сейчас должны остерегаться таких опасностей, и такой опасности никогда не повторять. В этот день мальчишкам и девчонкам рассказали многое, но, конечно же, не все. Еще больше им предстоит узнать в будущем о масштабах той катастрофы. Тем более, что последствия еще долго будут напоминать о себе. Полный распад Цезия-137 длится 300 лет. А если взять Плутоний, который сейчас покоится в зоне отчуждения, период его полураспада – 24 тысячи лет. Но он распадает, превращается в Америции-241. А это такой же сильный и подвижный излучатель радиации. Территории, которые были загрязнены Плутонием в 1986 году, станут в 4 раза больше к 2056, потому что Плутоний превратится в Америции. Чернобыль не ушел, он рядом с нами и становится злее, чем был. Каждый ребенок талантлив, надо только помочь ему раскрыть свой талант. В 15-й школе прошел 6-й открытый городской фестиваль художественного творчества «Мы вместе» для учащихся интегрированных классов и детей с особенностями развития. Они выходят на сцену с серьезными лицами, как настоящие артисты. Городской фестиваль «Мы вместе» уже в шестой раз собирает детей с ограниченными возможностями, чтобы продемонстрировать их творческие способности. Фантазии детей и их педагогов, кажется, нет границ. Кто-то еще стесняется во время своего дебюта, а другие уже в полной мере наладили контакт со зрителями. Все участники фестиваля, имея ограничения в физическом здоровье, обладают яркими творческими способностями. Они играют на музыкальных инструментах, танцуют, передают представления об окружающем мире посредством изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Это живопись, вышивка, объемная работа из бисера, мягкая игрушка, поделки. Каждая работа вызывает искреннее восхищение. Мастерство поделок неразрывно связано с полетом фантазии. За каждым стишком, каждым штрихом стоит идея, который ребенок с ограниченными возможностями воплотил в жизнь своими руками. Для молодежи это уникальная возможность выйти на городскую сцену и показать свое творчество. Они здесь поют, танцуют, показывают театральные постановки. Многие из них уже не первый раз принимают участие в данном фестивале, и они каждый год ждут участия в нем. В этом фестивале принимает участие 100 человек, учащихся средних школ города интегрированных классов, а также Центр коррекции и реабилитации. Особенность сегодняшнего фестиваля в том, что мы даем возможность всем нашим детям быть артистами, попробовать себя на сцене. Ведь все мы хотим в детстве выступать, все мы хотим быть артистами. И сегодня эта возможность дана нашим детям, всем детям, которые желают участвовать. В принципе, это фестиваль для детей всего города, не только для детей специальных классов интегрированных. Могут участвовать дети-инвалиды. Если ребенок не может петь, станцевать, показать себя в такой деятельности, то у нас перед фестивалем всегда выставка существует художественно-декоративно-прикладного творчества. Цель фестиваля – привлечение внимания общественности к творчеству детей с ограниченными возможностями, создание инклюзивного творческого пространства, способствующего развитию культурной самобытности, творческого потенциала и социальной адаптации детей в обществе. Каждый год в фестивале с удовольствием принимают участие ребята со всех учебных заведений. В этом году участников около ста. Недаром городской фестиваль объединяет детей под девизом «Мы вместе». Атмосферу нашего фестиваля вы можете почувствовать присутствие на этом фестивале. Как всегда мы начинаем фестиваль, даем возможность выступить детям Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Дети эти, они, ну как сказать, наиболее, наверное, сложные по состоянию своего здоровья, но тот задор и ту атмосферу они задают всему фестивалю. И фестиваль проходит на подъеме. Эта атмосфера, она чувствуется, и не надо ее особо как-то представлять. Организаторы праздника уверены, что фестиваль из года в год будет только набирать обороты. Ведь каждый ребенок должен иметь возможность пообщаться со сверстниками и взрослыми, и, конечно, проявить себя. Их выступления оставили памятный след в сердцах зрителей. А взамен участники фестиваля получили не только дипломы и подарки, но и уверенность в том, что рядом неравнодушные люди. Есть много праздников, которые любят встречать белорусы, но один из главных – Пасха, светлый и добрый. Он несет с собой веру, надежду и любовь. Сегодня Пасха занимает очень важное место в жизни многих людей. Мы возвращаемся к нашим истокам, к вере, и поэтому светлое Христово воскресенье становится гораздо большим, чем просто праздничный день. В нынешнем году Православная Пасха приходится на 1 мая. Со словами поздравлений ко всем телезрителям обращается благочинный Барановичского округа, настоятель Святопокровского собора, отец Александр Дичковский. Уважаемые жители города и района, дорогие во Христе братья и сестры, торжествует ныне Святая Православная Церковь, прославляя воскресшего из гроба Христа Жизнодавца. От всей души поздравляю вас со светлым праздником Воскресения Христова, обращаясь со словами пасхального гимна «Христос Воскресе!» Великий апостол Церкви Христовой святой апостол Павел учит нас «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Как во Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовый, в пришествии Его». Пусть же святая пасхальная радость наполняет наше сердце любовью к Воскресшему Спасителю, ко всем людям. Пусть эта пасхальная радость войдет в каждый дом, в каждую семью, укрепляя нас в вере, укрепляя святую надежду на вечную жизнь с Богом. Желаю вам, дорогие братья и сестры, доброго телесного и духовного здравия, обильной помощи Воскресшего Спасителя в ваших повседневных трудах и заботах. Воскресенье день и просветимся торжеством, и друг друга обнимем, и еще и еще раз воскликнем «Христос Воскресе!» Воистину Воскресе! Наша программа завершена. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире.